Всем привет-привет! И мы где? Мы приехали в Морган-Хилл. Сейчас я приключу и покажу вам, как выглядит такой городок. Вот примерно вот таким вот образом. Тоже осень. Зачем мы сюда приехали? Примерно где-то около чуть меньше часа езды мы приехали сюда за пиццей. Потому что здесь находится пиццерия, в которой все мы очень любим пиццу из этой пиццерии. Называется Майпицца. Я не помню, может быть, я уже рассказывала об этом. Я не знаю, съедет это или нет, но ближайший от нас находится на таком расстоянии. При выходной день я так придумала провести таким вот образом. На улице очень солнечно. Смотрите, как замечательно. Но при этом всего там 13-15 градусов тепла. Не сильно жарко. Вот такой новый, в смысле, на моем канале. Новый городок, на самом деле. Недолго, я думаю. Он даже напоминает, да, смотрите, там крыши такие, гускатные. Напоминает мне прямо Кубань. Видите, листочки уже влетели, хотя это южнее от нас. Сейчас бежим подъедем. Сейчас бежим подъедем. Он ползает. Портирный домашний. Вот так выглядит. Мы подъедем и я вам покажу, возможно, как выглядит это. Не возможно, а точно покажу, как и пицца выглядит, и как выглядит, как это называется, логотип этой пиццерии. Пиццу делает вкусно. Очень вкусно. Видите, мы ездим за ней в такую даль. А пока мы еще не приехали, я вам расскажу, как я себя развлекаю. Ой, моя попалка немножко. Итак, бездельница я. Я. Кто бездельник? Я. На самом деле, знаете, девочки, вот талантливый человек, вот если человек талантлив, то он талантлив. Господи, как мне засвечивает все лицо. Вот так закрою. Если человек талантлив, то он талантлив. Извините. Во всем. И я не исключение. В общем, я думала, думала, так. С Ксюшей Собчак я уже была. Ну, в смысле, я про интервью. Там, это ладно, звезда Ютуба меня и так дома тразнит. Такая тразнинка меня, знаете, погоняла. Звезда Ютуба. Думаю, не стать ли мне певицей. Вот. Или там в какой-то прекрасный, наикрекраснейший день у меня может понять, говорит, что тут делаешь. А я пою. А я же не просто пою. Я же серьезно ко всему подхожу. Вы же знаете, да? Я посмотрела несколько уроков вокала Полины Гагариной. Это дыхание. Сейчас я вам... Ой, не покажу. А то мне по муртидаст. Там человек, по-моему, его прет. Ой, какой потешный. Не, не видно будет. Ага. Упела. 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 Послушала уроки. Покала там. Потренировалась. Все поняла. Скачала королоки в телефон программу. Ну все, наушники в уши, громкость на все. И давай петь. И вот я вот сейчас вам скажу. Я первый раз спела песню. Я, конечно, сама не ожидала такого результата. Представляете, я с первого раза человек, который никогда не пел. И я сразу же при первой попытке набрала баллов, знаете, сколько? Ноль. То есть это было даже не попробуй еще. Это было просто заткнись. Никогда не пой. Девчонки смеялась, очень наржалась. Угу. Муж вечером приезжает и спрашивает. Ну как? Денек прошел. Нормально. Он говорит. Ну ты пела же, да? А мне споешь что-то? Я говорю. Зачем? Я записала. И объясняю. И даю ему, значит, наушник двух один. Я говорю. Вот послушаем. И поставила, не показывая картинки на телефоне. Ну просто наушник два послушать. И поставила вот эту. Сейчас я вот здесь попробую это поставить. Шморная Шморная В общем, когда начался звук, я смотрю на лицо мужа. У него эта маска, гримаса ужаса на лице. Он просто был в таком шоке. И, знаете, ситуация так как неудобненько получается. Да, тут вроде я, тут вроде же меня надо хвалить, рассказывать, какая молодец. А у него вообще даже сил нет переварить вот эти все звуки, издаваемые в наушниках. Конечно, я смотрю, говорю, ну как, нравится. А он, я смотрю, у него там мозг, в общем, вот так быстро все шевелится. Он не понимает, как выходить из этого положения. А это же кошмар, эти звуки. Девочки, как-то было весело потом. Ну, он так улыбнулся, он говорит, ну ты вообще даешь, артистка, ну, шутница. Но в тот момент ему было вообще не весело. Представляете? А что не побыть-то певицей, да? Все поют? Ну, не все. Все, кто хочет. И я тоже решила. Мы приехали уже. И нам нужно подождать, когда будет готово. Это в куртке, шарка, без куртки, ветерок. Нет, наверное, сниму все-таки. Так что, девчонки, вот так из меня певицы не получ... Ой, не получилось из меня певица никакая. Ну и ладно. А что меня там петь-то это заставило? Сейчас расскажу куртку машин. Приделю тут же еще все. Устало, чтобы солнце не было сильным лицом. Значит, почему мне так приспичило петь? Я смотрю девочку одну. И знаете, она рассказывает, чем она занимается. И вот... Стану так, спрячусь. О, присяду прямо на машину. И она рассказывает, чем она занимается. И знаете, по сути... Ну, меня это не касается. Мне это... Ну, не надо, по большому счету. Да, мне... Ну, мне интересно ее смотреть. То есть, когда человек живет чем-то, да, чем-то увлечен. И у нее это получается, я так понимаю. И я с удовольствием слушаю, вот так, когда человек умеет что-то делать. Знает что-то, рассказывает замечательно. Мне это настолько интересно. Я просто вот смотрю, слушаю ее, любуюсь. Понимаете, вот любуюсь, когда вот человек-специалист в чем-то. Я подумаю, блин, а я же вообще... А что умею я? Кроме... Кроме чего? Кроме ничего. Вот что я умею? Я решила чему-то научиться. В общем, все, певица из меня не вышла. Ну, ничего. Буду смотреть теперь Волочкова, это из коридля. Понимаете, как возьмите меня, возьмите меня в польет. Не возьмете, ну и ладно, пойду в футбол. Ну, если что, в футбол пойму. В общем, не вышла из меня. Артистка. Ладно. Сейчас покажу вам, как эта пицца выглядит. Надо будет обойти, потому что не так просто еще показать. Солнце засвечивает. Надо встать так против солнца, чтобы название не отсвечивало. Так что, девочки, я не скучаю, мужу расслабляться тоже не даю. А тут еще вообще фокус такой произошел. А хватает ли у вас умы, чтобы казаться глупой? В общем, у меня хватает. Я вот этот engagement, а я путаю эти слова, они мне по звучанию очень напоминают друг друга. Engagement и Investigation. Но если engagement – это помолвка, то Investigation – это что? Расследование. Я мужу говорю, ну как там у тебя? Ну как там с расследованием? Он. Ну, видите, слова-то знала? Я говорю, ну как там с расследованием? Он говорит, Оля, не с расследованием. Это другое. Это вот у полицейских. Я говорю, ой, 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 мне эти слова очень похожи просто. А он хохочет, смеется надо мной. Да? Конечно, из ямы он меня будет выкидывать первую, потому что вот такую, да, оставь кукуню в яме. Потом и не найдешь. Такие дела. Я вот сижу, у меня сейчас села на машину, у меня припаркованы, покажу, что у меня на против. Субтитры создавал DimaTorzok У меня муж сегодня спрашивает, что ты хочешь делать? И я ему как начала называть. Он говорит, куда ты хочешь поехать? Я говорю, ну, девочки, простите, кто в Юте живет, я просто плохо понимаю даже по карте, где это находится, по карте Соединенных Штатов. Я говорю, хочу в Юту. Первое, что в голову пришло. Он говорит, Оля, а реально что-то можешь сказать? А у нас же этот, как это, карантин? Карантин такой, что с комендантским часом, там, с 10 вечера до 5 утра. И если выезжаешь за пределы штата, то нужно будет потом при возвращении находиться в карантине две недели, то есть не выходить из дома. В общем, строгач. То, что я без маски, не надо на меня ругаться. Я агитировала за маски. Девочки, ну, просто, знаете, агитировала за маски. Но на самом деле круг что-то сужается, и мне стало уже неприятно. Даже у нас в доме, вот здесь, в доме, посмотрите, я видела, как это называется, это, труповозка? Катафалк, боже мой. Катафалк, ну, если я раньше, я, может, и раньше когда-то видела, но я не знала, что это такое. Но теперь я знаю, что это такое. Я видела, подъезжала, я быстренько, чтобы, не дай бог, не встретиться ни с кем. Ну, то есть, ну, круг сужается. Ну, уже там, ну, ладно, посмеялись, поспорили, и хватит. Может, все-таки подумать уже, в конце концов, ну, хотя бы о себе. Хотя бы о себе подумать. Как-то становится немножко, ну, стремновато. Ну, это только одна сторона нашей жизни. А другая сторона... И вот у меня муж что-то, то, все, 5-7. А у меня Ваня очень любит эту пиццу. Я говорю, ну, поехали туда, а это под Гелероем. Я говорю, поехали за пиццей тогда. Он говорит, у меня, это далеко. Я говорю, слушай, ну, заодно это будет у нас, это по сторонам посмотрим, хоть позираемся. Так сильно не погуляешь, а так хоть позыркаем. А, без маски я без маски, потому что маска в машине. Я сижу здесь на парковке одна, вокруг меня людей нет. Вот. Такие дела. Поэтому я позволила себе выйти из машины без маски. Кстати, про маски. Таня написала там, что, ну, не все носят маски. Не все. Но, может быть, не все. Я же не спорю, я же не каждого там, да, этого, находящегося в стране, там проверяла, там, да, мониторила. Может быть, не все, но я так понимаю, что меньше носят маски те, где меньше сталкивались уже с этой заразой. А там, где уже сталкивались нормально, там уже... А знаете, что меня удивляет, что лучше всех, исполнительнее всех по ношению масок девочки, это китайцы. Вот китайцы, у меня вначале муж вообще возмущался, он говорит, ну, напялили маски. Вот они носят прям по несколько масок надевают. Вначале, допустим, вот я видела много раз такое, вначале вот это медицинское, да, вот такая голубоватая, да, беленькая, с другой стороны. Потом там еще что-то, какая-то тряпка торчит. А потом сверху, вот это, знаете, как с хрюшечкой, с пятачком, это для воздуха. Вот это все. У них там, и они потом, видимо, вот эти нижние меняют, а эту покупают одну, может, она дороже, я не знаю. Мы, кстати, ни разу так не покупали такие какие-то эти респираторы. Все в этих масках. В общем, конечно, история стремная. Ну, и есть и другая сторона, видите, ну, они поехали запиться, делать нечего. Конечно, дома, вот так, мы в этом году ездили, выезжали из дома, наверное, всего 4 или 5 раз. Ну, вот так, чтобы вот куда-то уехать, там, в отеле останавливаться, там, ну, представляете, да, это с, ну, почти за год. Это очень мало. Хочу вам сказать, ну, для нас здесь это мало. Ну, и те, кто здесь живет, подтвердят девчонки, что это мало в ваттонку. У меня муж получил пиццу. Сейчас он багажник показывает книги, просто вставай. «Я не могу сказать, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 или, например, если я была в Сибири или где-то... ...как, если мне нужно было бы иметь там... три-четыре, сколько там, сказал, не помню, пересадок, то это было бы еще сложнее. Примерно вот так, девочки. да там девочка написала, что больше ездят ну да, в крупные города вот у меня муж, он бы тоже так бы раздумывал долго если бы ехать куда-то в Кубнин ну вот он мне сейчас добавил, что он сказал, что вот у него была виза, у него были деньги, у него было время, почему нет? как солнце светит, да, у меня вот так вот а у нас тем временем начались каникулы зимние и они будут у нас продолжаться вот они вчера был школьный день пятница, да, вот сегодня с субботы по 5 января будем как ура, каникулы, прыгая и размахивая дневником, кричала мама в общем, с этим AirPods, девочки, я ничего не поняла в общем, надо настраивать в настройках телефона наверное посмотреть, потому что видите, они мой голос не не столь в общем, мой голос оказывается на заднем плане остальные посторонние шумы там в первую очередь ну, извините, как получилось я же это не настоящий блогер ни певица ни блогер ни фига ни балерина что мы заказали обещала дома показать что мы заказали на Амазоне мне это пришло на следующий день буквально ну, я тут уже это раскочевляжила в такой коробке знаете, что все вы это знаете у кого-то из вас ну, не у кого-то я думаю у многих это есть у меня тоже это есть но у меня есть еще из первых серий знаете, когда вот они первые-первые появились дурацкие там на маленькие обороты что на маленькие обороты это у меня для маникюра ручка и она пришла здесь в наборе вот такие насадки вот это, кстати, верхнее вот это для акриловых ногтей то есть мне они не нужны для акриловых ну, просто вот я посмотрела чтобы вместе насадок шло там ну, сколько там больше пяти больше трех хотя бы да и здесь их, смотрите здесь шесть и в другой коробочке вот они разные ну, по сути нет здесь их пять потому что вот это это вот для этих насадок ногти акриловые спиливать здесь еще что в коробке было тоже для акриловых ногтей целая штучка целый пакетик этих наждачек ну, будем называть вещи своими именами и вот такие сейчас насадки господи, как еще открыть и вот такие еще насадочки то есть пять и пять, да? так она на она она не на аккумуляторе она на она от электричества скорости тоже у нее приличные до по-моему до 24 тысяч сейчас уже не помню до 24 тысяч оборотов по-моему максимальная или 20 тысяч сейчас девочки уже не скажу вам по памяти я же сколько времени уже прошло я потом не перечитывала в общем регулируется скорость и собственно нормально и еще здесь в этом наборе вот такая кисточка сметать останки такая кисточка веселенькая смотрите какая практически с брульянтами видите мягенькая и в общем такая у меня покупка ну муж видите все лишь бы я была красивая знаете он так бедный уже старается он так старается и так и то и все пожалуйста все что хочешь а я все некрасивая некрасивая а он надежду не теряет вот молодец да как бы вот терпение и труд все перетрут может дождется а я вас всех люблю всем желаю счастья чтобы все ваши мечты сбывались пусть у вас будут у каждого будет мужчина который выбросит вас из ямы в первую очередь и я вас всех целую и увидимся в следующих видео всех люблю пока пока